Друзья, всем привет! С вами канал Будда и Грижна. Недавно стало известно, что Виталий Бородин и его структура, общественная организация, значит, подали заявление о проверке Данила Козловского. Мы с вами об этом уже говорили, его высказывание против России, отъезд в Америку. В СМИ писали о том, что он высказался против и уехал. Собственно говоря, его не было в стране. И сам Козловский ответил, он считает совершенно иначе. Здесь интересная ситуация возникает, когда, собственно говоря, он приводит те аргументы, которые действительно можно проверить. Послушайте, что пишут. Данил Козловский опроверг иммиграцию в США, заверил, что не имеет никаких доходов из-за границы и подал в суд на самого Виталия Бородина, который попросил его проверить. Вот что пишут СМИ еще более подробно. Политик Виталий Бородин обратился к главе МВД России с просьбой проверить актера на экстремизм. Он заявил, что подозревает Козловского в призывах к антиправительственным акциям, а также наличие американского гражданства и заграничных заработках. Ну, там еще были моменты, связанные с тем, что он как раз высказывался против. 37-летний Козловский ответил на обвинение в личном телеграм-канале. Вот что он пишет. «Я никуда не уезжал из своей страны. Каждый месяц на протяжении последнего года, а до этого еще 15 лет, я выхожу на сцену Петербургского малого драматического театра. Вся эта информация легко проверяется на сайте. Так было в январе, в феврале, в марте, а до этого в декабре, в ноябре и так далее. Вряд ли возможно свалить жить за океан, но при этом каждый месяц играть в театре в России». Значит, он подтвердил, что действительно иногда бывает в США, однако исключительно для того, чтобы встретиться с дочерью. Мы с вами говорили, что у него вот экс-избранница, она живет давно в США, и он с дочкой ездит увидеться. Актер прокомментировал подозрения в иностранных заработках. «Никаких доходов, кроме российских, я не имею. Об этом господин Бородин может узнать, написав на мне очередную жалобу в налоговую службу. Надо же им будет чем-то заняться в эти выходные». Подкалывает его. «Стоит все же известить Бородина, что я к тому же часто участвую в благотворительных спектаклях. Это означает, что все средства, заработанные от спектакля, идут в фонд на лечение конкретных детей, минуя участвующих в этом спектакле артистов. И с этих представлений никак невозможно заработать». Козловский также опроверг наличие какого-либо гражданства, кроме российского. «Он отрицает отношение и к антиправительственным высказываниям. Реплики, которые могли быть восприняты в данном ключе, озвучены им, были в рамках кинороли». То есть, была какая-то роль. И он в этой роли, соответственно, делал заявления, которые, как он считает, были потом использованы вот в этих высказаниях против, чтобы его обвинить. Значит, эти слова продолжают. Он были сказаны на съемочной площадке исторического сериала про революцию перед актерами массовых сцен на сцене пикета, когда объяснял им их актерскую задачу. Все это есть в документальном фильме о съемках сериала «Карамора», доступном в сети. То есть, это тоже он доказывает, все аргументировано. Данила добавил, что подготовил заявление о проверке самого Виталия Бородина. По словам актера, политик пытается привлечь к себе внимание публики за счет других. «Для меня всегда», продолжает Козловский, и было важным пытаться делать свое дело хорошо. И именно в этом я видел свое предназначение и служение. Здесь, в России, мои учителя, мой театр, и самое главное, мой зритель, которому я благодарен за свою поддержку и любовь. Мне важно пытаться делать что-то хорошее, светлое и доброе, как бы это сейчас наивно ни звучало. Мне не хочется опускать руки, я не собираюсь сдаваться, и пока это возможно, продолжу дальше работать в своей стране. Самое главное, в сложные времена оставаться людьми, так давайте ими и будем. Скатиться в окончательное безумие мы всегда успеем. Друзья, интересный момент получается, потому что действительно, если, ну, он, получается, тоже попадает в пикантную ситуацию, потому что дочка в Америке, им хочется увидеть дочь, он едет туда, а дочку увезла с собой, так сказать, его бывшая возлюбленная. Да, сейчас в это время любая поездка в Америку, она воспринимается, понимаете, но при этом, если он убежден, что те обвинения, которые в его адрес прозвучали, они, он считает надуманными эти обвинения, он считает, что они ложные, скажем так, ну, естественно, он может привести свои аргументы и объясниться. Вот, вы знаете, здесь в этом случае с Козловским, что мне понравилось? Он не молчит, он очень прямо, четко идет к людям и совершенно прямо, аргументированно объясняет, говорит, ребята, так и так, вот, например, мы говорили про Урганта, что он молчит и все, он сказал, что мне объясняться, я не собираюсь ни перед кем оправдываться. Козловский абсолютно спокойно берет и объясняет, ребята, я не мог уехать в Америку и жить там, потому что я каждый месяц выхожу играть в спектаклях в России. Ребята, у меня нет гражданства, у меня нет заработков никаких зарубежных, у меня там дочь, да, и так далее. То есть, очень по-простому объясняется и объясняет свою позицию, да, не пытаясь скрыться за высоким забором, не пытаясь, знаете, так воспринимать, что я звезда, вы там, я перед вами оправдываюсь. Более того, он идет еще и в суд, да, для того, чтобы доказать свою правоту. Ну, здесь уж, что называется, люди разберутся, как там, что. Но если действительно были использованы, вы знаете, когда мы о ком-то говорим, и действительно какие-то были речи там, роли использованы, еще что-то, ну, тогда здесь ошибок не должно быть. Я считаю, что здесь тоже просто так обвинять людей в позиции против, скажем так, тоже нельзя, потому что иначе тогда это вот, вот это как раз называется охота на ведьм, что называется, да. То есть, это должно быть именно конкретно сказано, конкретно это где-то прозвучало, люди слышали, видели, он действительно живет в Америке, действительно, он уехал, его там долго все это время не было, действительно. Это надо вот все это просто смотреть и четко понимать. Но здорово, что он идет, еще раз повторюсь, как бы к людям и все раскладывает по полочкам. Не прячется, как бы. Наверное, это хорошо. Друзья, что думаете на все еще? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.